Заработать на детях владельцы детских садов на бумаге увеличивали количество малышей, ну а средства на их содержание оседали в их карманах. О мертвых душах рассказали на отчете в областной прокуратуре. На сегодняшний день зарегистрировано 10 материалов по фактам хищения 4,5 миллионов тенге. Более того, некоторые предприимчивые шимкенцы завышали цены на детское питание. Защищены права более 7,5 тысяч несовершеннолетних, в том числе 800 детей города Шимкент, которым в связи с незаконным постановлением Акимата предоставлялось питание в дошкольных учреждениях по завышенной стоимости, а также 308 детей, которым в следствии бездействия пекунов не назначались алименты. Помимо защиты интересов дошколят, прокуроры направили свои силы на возврат материальных средств государства. В ходе мониторинга они выявили порядка 30 лжепредприятий и взыскали более 200 миллионов тенге. На чистую воду вывели предпринимателей, которые закупили через аффилированное лицо оборудование по завышенной в 10 раз цене. Причем средства были выделены из национального фонда. Сумма составила порядка 240 миллионов тенге. Известно, что предприятие находилось в индустриальной зоне и занималось производством Камышовой стружки. В ходе мониторинга и анализа всех финансовых документов мы совместно с уполномоченными органами установили, что оборудование, которое призвано было здесь наладить определенное производство в Нижней Казахстанской области и предприятие, которое завезло это оборудование российского производства, оно приобрело его не в России, у кипрской фирмы, то есть в офшорной зоне. И при сверке, значит, и при анализе цен, рыночных цен, то же оборудование в России, того же производителя, оно стоит в 10 раз дешевле. То есть, если оно стоит там условно 200 тысяч долларов, то в контрактах из офшора, с офшорной компанией, наше местное предприятие показало его в размере миллиона долларов. Всего за текущий год прокуроры области в социально-экономической сфере провели 935 проверок, выявили более 4 тысяч нарушений и приняли более полутора тысяч актов прокурорского реагирования. Вместе с тем прокуроры отметили, что проблема с дорожно-транспортными происшествиями в области находится в центре внимания. После Алматы наш регион на втором месте по количеству происшествий и на том же печальном месте по смертности после Алматинской области.